Роза Хутор, Красная Поляна, Горки Город, Газпром, Альпика, Лаура. Знакомое название? Все это горнолыжные курорты Сочи. Знаю, путаница в голове у всех, кто впервые решил познакомиться с олимпийским наследием. Мечутся, не знаю на какую канатку и где взять билеты. И поднявшись в горы, упускают много интересного, а потом говорят, что все это ерунда. Ясной картины не было и у меня. Вернее, представляла все не так, как оказалось на самом деле. Сейчас легко все распутаем. Поэтому в первой части видео я уделю этому немного времени. Для начала, отгадайте, сколько подъемников в поселке Красная Поляна? Правильный ответ. Ни одного. Одноименный курорт Красная Поляна находится в 4-5 километрах от поселка. А всего в горном массиве Кавказа, расположенном в доступном для туристов и Сочи Адлера месте, находятся два поселка и три круглогодичных курорта. Кроме Красной Поляны есть еще поселок Эстасадок. В поселках имеются отели, железнодорожные станции, но нет подъемников. Все подъемники или канатные дороги расположены на курортах Красная Поляна, Газпром и Роза Хутор. У каждого из курортов свое руководство и управление, своя концепция развития, территория и развлечения. Пешком от одного к другому идти, на мой взгляд, далековато. И уж точно за один день побывать на всех трех физически не удастся. Доброе утро, страна! 18 июня мы приехали на Роза Хутор. Сейчас будем подниматься в горы и все вам покажу. Горный курорт Роза Хутор расположен на южных склонах от реки Мзымта и частично в долине этой реки. Самые красивые виды открываются с верхней станции курорта Роза Пик, расположенной на хребте Аибга. Высота ее 2320 метров. Мы же с вами сейчас в Роза Долине на высоте 560 метров над уровнем моря. Это конечная точка всех автобусов, идущих на горнолыжные курорты Сочи. И начальная точка для подъема в горы. По вечерам здесь проходят развлекательные мероприятия. Звучит музыка, а для малышей работают профессиональные аниматоры. Есть кафе, рестораны, инфоцентр. На площади Розы, возле ратуши с часами, можно сделать несколько классных снимков. И пока еще туристов не очень много, поспешим на нижнюю станцию главной канатной дороги – Олимпия, чтобы подняться в горную Олимпийскую деревню, расположенную на плато хребта Аибга на высоте 1100-1170 метров над уровнем моря. Проходит досмотр перед канатной дорогой. Два слова о билетах на канатной дороге. Есть два типа билетов – скипасы для тех, кто скатается на лыжах, они дороже, и экскурсионные, прогулочные билеты для всех остальных. Стоимость билетов отличается в зависимости от времени года и количества канатных дорог, на которые они дают право проезда. Можно немного сэкономить время и деньги, купив электронные прогулочные билеты на официальном сайте. Нам на подъемнике «Роза-Кутер» взрослый билет обошелся в 1790 рублей, детский до 14 лет включительно – 1100 рублей. Эти билеты дают возможность подняться на самую высокую спотровую площадку «Роза-Пик» на подъемниках «Олимпия», «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс». Кроме того, прокатиться на подъемнике «Волчья скала» и от вершины «Роза-Пик» на подъемнике «Эдельбейс» добраться до парка «Водопадок Менделиха». Кроме подъемников, стоимость билета включено посещение этнопарка «Моя Россия». Но день выдался такой насыщенный, что на этнопарк у нас уже не было ни сил, ни желания. Моя Россия Канатная дорога «Олимпия» соединяет два уровня – «Роза-Долину» и «Роза-Плато», где находится горная Олимпийская деревня. Протяженность канатной дороги – 2341 метр. И в долине, и в деревне можно остановиться на несколько дней в отелях. Кстати, для проживающих в Олимпийской деревне канатка абсолютно бесплатна, а для тех, кто останавливается в «Розе-Долине», подняться-спуститься бесплатно можно один раз в день. С подъемника хорошо видна река Амзымта и отели, расположенные вдоль нее. Подъем на канатке сам по себе уже невероятное удовольствие. Движемся вверх и любуемся открывающимися видами кавказских гор. Многие утверждают, что нет смысла ехать в горы на один день. Вся красота сокрыта там, в горах, на пешеходных тропинках. Возможно, они и правы. Ведь за один день невозможно и покататься на канатках, и погулять по горным тропам. Протяженность основных пешеходных маршрутов курорта – около 60 километров. И все же, на мой взгляд, отдыхая на морском побережье и приезжая сюда на один день, вы замечательно проведете время и получите общее представление о краснополянских горных курортах. Поймете для себя, нужен ли вам вообще многодневный отдых в горах. Может, это не ваше? Ехать сюда в составе экскурсии или самостоятельно – решать каждому. Но в любом случае, чтобы поездка была в радость, к ней надо подготовиться. Самое главное – это информация. Чтобы не потеряться в бесконечном количестве канатных дорог, туристических троп и тому подобного, необходимо теоретически подготовиться. Не поленитесь почитать о курортах, канатках, чтобы определиться заранее, куда вы едете и что хотите. Мое видео вам в помощь. Подъезжаем. Горная Олимпийская деревня. Название говорит само за себя. Во время проведения зимних Олимпийских и Параолимпийских игр 2014 года в Сочи здесь жили спортсмены. Территория Олимпийской деревни совсем небольшая. Вы сможете обойти ее каждый уголок всего за один час. Поэтому не ставьте себе в план поездки много времени на ее осмотр. Знатоки говорят, что Олимпийская деревня – это место в нашей стране, которое ближе всего к тем минимишным Олимпийским деревушкам в горных курортах – Австрии, Италии, Франции. Сейчас прогуляемся по ней. Только один вопрос. Знаете ли вы, где находится самое влажное место в России? Это склоны горы Ачешхо. Их видно вдали за Олимпийскими кольцами. Редкая картина. 300 дней в году она скрывается в облаках. 3200 миллиметров осадков в год. Подобное происходит мало где в мире. Лишь в бассейне Амазонки и на некоторых островах Океании. Здесь делают фотографии. Отличная фотолокация на фоне Олимпийских колец и великолепных гор. На Розоплато немало мест для прогулок и отдыха, обзорных точек и смотровых площадок. По инфраструктуре горную Олимпийскую деревню можно считать полноценным местом отдыха со всеми удобствами. Отели, апартаменты, магазинчики, аптеки, медпункты, кафе, рестораны, столовые, туалеты. И всевозможные летние и зимние развлечения. В зооподворье лапки дети могут погладить и покормить зверюшек. Удовольствие платное, хотя и недорогое. 150-300 рублей. И обязательная к посещению местная достопримечательность. Аллея флагов. Здесь собраны все флаги стран-участниц Олимпиады 2014. Красиво, ярко, впечатляюще. Через нее мы выйдем к обзорным площадкам. А пока вы любуетесь, вернусь к теме подготовки к поездке. Одежда и обувь должна быть удобной, спортивной. Желательно длинный рукав и штаны вместо шорт. Обязательно головной убор и солнечные очки. Для открытых участков кожи берите солнцезащитный крем. Летом в горах солнце беспощадно. Сгореть можно за несколько минут. Кроме того, перед поездкой на официальном сайте обязательно проверьте информацию о работе канатных дорог. Они хоть и круглогодичные, но могут не работать по техническим причинам или из-за неблагоприятных метеопрогнозов. Также на сайте есть ссылки на веб-камеры, установленные на курортах. Проверьте онлайн ситуацию и поинтересуйтесь прогнозом погоды на день. Выезжать нужно в ясную солнечную погоду. Нет смысла ехать в другую. Вы ничего кроме туч не увидите. Просто выбросите деньги на ветер. В свою поездку в Сочи в марте мы не поехали на розы хутор. Из-за тучи снегопада горы не были видны во все дни нашего пребывания. Сегодня же нам повезло с погодой и шикарнейшие обзоры. Не забудьте положить в рюкзачок легкую куртку и дождевик. Температура на высокогорье, как правило, сильно ниже, чем в долине. Даже летом можно замерзнуть. К тому же погода крайне переменчива. Даже если с утра небо ясное, вопреки прогнозу, могут налететь тучи и начаться дождь. Возьмите также с собой водичку из расчета 1-2 литра на человека. А также бутерброды, фрукты, орехи, в общем, что-то на перекус. У подъемников есть кафе, где вы сможете пообедать. Есть кафе и у водопадов. Но жажда или голод может вас застать далеко от них. Да и цены там немаленькие. Зимой здесь работают горнолыжные трассы, подъемники. Есть учебный склон, прокат горнолыжного инвентаря и инструкторская служба. Можно прокатиться на санках, есть тюбинг. Но летом тоже найдете чем заняться. Хочется адреналинчика. Прокатитесь на единственном в России роддельбане. Он находится здесь, в Розодолине, за рестораном Берлога. Около подъемника Ювента. Возле роддельбана, посмотрите, отличная панорама открывается. А вот сам роддельбан. Роддельбан круглогодичный и суперсовременный. Сани скользят по рельсам со скоростью до 40 км в час. Маршрут состоит из кривых линий и трех колец виражей. Но не пугайтесь, они оборудованы ручным тормозом, контролем скорости и сближения, автоматическим подъемом на точку старта. На крутых возвышенных участках стоят защитные сетки. Сани двухместные, но есть ограничения по общему весу любителей острых ощущений. Так, если кто-нибудь будет ехать, мы сейчас посмотрим. Вон возвращается девочка в самках. Бесшумно едет. Вот уже люди поднимаются. Здравствуйте, подкрирую вас, улыбайтесь. Еще раз. Удовольствие не из дешевых. Цены от 990 рублей за один круг. Но думаю, что полученная эмоция стоит того. Кроме того, часто на официальном сайте бывают разные акции. При желании можно подобрать более экономный вариант. Когда-нибудь я тоже обязательно прокачусь. Но сегодня некогда. Так, смотрите, 20 градусов, время 11.09. Комплексные обеды от 500 рублей. Идем на канатную дорогу со сказочным названием «Заповедный лес» и поднимаемся выше в горы. Это я покажу уже в следующем видео. Не пропустите. А я желаю вам крепкого здоровья и нескучного активного лета. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok